Всем привет, это Бибой Ли, команда ТОП-9 Карионики и Флайн Будда, он же Дмитро Ли, Харьков, Санкт-Петербург, Репрезент. Сегодня мы на уроках Break Advice для любителей Power Mover. Итак, сегодня мы узнаем секреты Гелика и как развить свое тело до таких высот, чтобы исполнять Супермена без затраты энергии. Для начала, если у вас есть головной убор, кепочка, допустим, козырек будет мешать, поэтому мы не используем его. Итак, смотрим гелик. Гелик через руку. Наблюдаем за тем, как моя голова скользит вдоль пола. Первое. Ваша голова должна всегда касаться до пола. Второе. Динамика, движение, прямые ноги, вытяжка. Да, все это, в принципе, базовые такие движения, и те люди, которые делают Power Move, они должны это все знать. Ничего сложного нет. Единственное. Многие, кто делают гелик, они отрывают голову от пола. Вот это самая главная проблема. Когда вы лежите на спине, ваша голова касается до пола. Когда вы переходите на плечо, ваша голова касается до пола. Здесь, ваши руки скользят, ваша голова касается пола или же вы стоите через одну руку, да, когда делаете гелик через руку. Ваша голова так же касается пола. Здесь вы видите, как идет складочка плечика падает за руку. Голова касается пола. Самое главное, голова должна всегда дотрагиваться до пола. К этому нужно скользить. Это гелик, который на самом деле один из первых. Это дел Шторм. Штормовский гелик еще его называют. Сейчас продемонстрирую вот такой. Опачки! Бам! Итак, когда вы владели мастерством гелика, вы его делаете в динамике, ваши ноги широко, скорость есть, мы переходим к следующему гелику, который делаем через руки. Вот через такое вот положение. Вот оно у вас, да? Смысл в том, чтобы не проваливаться и ложиться, да, вот так полностью на свои руки, а смысл в том, чтобы напрягать грудь, грудные мышцы, бицепс и трицепс, чтобы вы чуть-чуть были приподняты. Вот это самое главное здесь. Ладони смотрят вниз. Лучше упираться именно ладонями вниз. И локти как можно уже стараться делать, чтобы вы были подняты немножечко. Толовой мы не дотрагиваемся. Когда я переворачиваю эту кепку, я становлюсь другим человеком. Если вы заметили, в этом гелике, немножечко другая форма. Здесь нет складки вот сюда, да? То есть, если во многих геликах есть небольшая складка или прямые ноги, то здесь вы должны немножечко прогибаться. То есть, у вас должен быть прогиб в гелике. Ну, еще раз посмотрите. Я делаю вот так. Я стараюсь как будто бы вытянется немножечко назад. Пяточкой себе, опачки, сюда, ну, подмахнуть. Вот, мотаем на ус. Это вторая часть. И возвращаемся к третьей части нашего урока, как правильно делать супермен. Как вы помните, второй гелик мы делали через локти. Третий гелик. Мы будем подниматься на руки. То есть, вот он движение, вот это вот. Вот это движение. Если вы не умеете отжиматься, допустим, вот так вот, вот так, да? То у вас этот гелик не получится. Потому что здесь нужна физуха. Здесь должны быть мышцы, и как бы по-другому вы не сможете сделать этот гелик. Поэтому мой совет – отжиматься, вот, развивать физуху. Как выглядит этот гелик? Выглядит вот так. Он делается, как бы, небольшой пружиночкой. Бам-бам. Главное. Какие нюансы? Это выпрямление рук, да? Вы должны чувствовать, вы должны поймать эту волну, как вы выталкиваетесь. Это первое. А второе – это как вы сходите. Не должно быть такого, что ноги, когда вы сходите, отгоняют тело. То есть, ноги уже пошли на сход, да? А тело еще стоит здесь. Тогда у вас будет таз падать, и вы будете, ну, попой биться. Вот этой тазобедренной косточкой отбивать его. Поэтому вы должны, каждый поначалу должен найти свой уровень подъема в этом гелике. Вы можете подниматься сначала чуть-чуть, буквально отрываться там на 4-5 сантиметров, да? Немножечко. Потом делать это выше, выше, и потом уже подниматься на полные руки, да? Чтобы вы научились правильному схождению. Очень важно правильно сходить. Именно вот это важно в этом гелике. Подъем и сход. Еще раз покажу. Вот я поднимаюсь немножечко. Видите? Плавный католчик. Вот повыше. Сход. Какие нюансы по сходу вы можете использовать? Рука, локоть, плечо. Здесь плечо, локоть, рука. Рука, локоть, плечо. Рука. То есть таким образом, чтобы вы накатывались и скатывались, да? Вот эта плавность у вас появится. Ноги. Поначалу вы можете толкаться, да? Можете делать толчковые, да? Как будто вы выталкиваетесь. Потом вы можете делать, выталкиваясь от таза, да? Вот отсюда. И последняя стадия, это когда вы делаете за счет маха. То есть вот вы за счет маха раз, и себя вымахиваете вот левой ногой в моем случае. Раз, наверх. Рука, локоть, плечо. И обратно. Оп, чик. Вторая нога пошла. Как только ноги, таз пошел вниз, вы сразу начинаете сходить, чтобы вы сошли правильно на плечи себе. Не на таз и отбили его нафиг, а на плечи. Сделали аккуратненько, ровненько. Супермен практически у вас в кармане. Осталось сделать небольшое усилие. Для того, чтобы разбиться, вот эти вот, разбить кожцы и мышцы, да? Спину, пресс и плечи. Вы можете сходить в любой спортивный магазин и приобрести там колесико. Оно стоит рублей 500. Оно будет вечное, да? И вы будете делать, знаете, вот такая штука, берете щит и раскатываетесь. Туда, сюда. Это упражнение будет очень хорошее. Не только для супермена, но и вообще для ОФП для вашего. Но если вам, ну как бы, не дано это сделать, вы не можете купить себе это колесико по той или иной причине, я вам покажу специальное упражнение, которое требует только наличия вашего желания. научиться делать супермен. Вот это упражнение. Как вы видите, я опускаюсь вниз, перекатываюсь на локти и выжимаю себя. Далкиваю. 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 Увожу обратно локти, подтягиваю себя, выхожу вперед и поднимаюсь. Очень классное упражнение. На самом деле развивает практически все мышцы тела. Лучше его делать без обуви. На носочки просто ложимся вот так просто. И носки будут просто скользить вдоль пола. Ну, будет удобнее. Вот. Супермен. Как мы именно переходим? Как вы помните из третьей части? Плечо, локоть, рука, да? Руки мы держим. Можно держать вот так вот две руки. Можно держать вот так вот руки. Одно на одной. На какую вы будете руку опираться, это ваше дело. В принципе, через эту можно делать руку через одну. И через эту, через одну. Понимаете? То есть, вы должны уметь делать это на любую руку. Тогда вы сможете, может быть, больше вариаций этого гелия. Итак, мы переходим к плечо, локоть, рука. Локоть, плечо. Понимаете? Здесь просто немножечко другой угол. Бамс. Я немножечко приподнимаюсь и сразу же скажу. Видите, как таз идет? Здесь у нас всегда дырочка. Да? Попа, да. Пол не дотрагивается. Она всегда в воздухе. Делается это все на динамике. Этот гелик нельзя тренировать медленно. Его нужно делать динамически. То есть, вы должны зайти и с хорошим замахом, с хорошей динамикой, на плечи свои руки и просто выкатиться. Оп! Чуть-чуть выкатываетесь на руку. Оп! И сразу сходите. Все. По сути, ничего сложного нет. Нужно только научиться вот этому напряжению. Вот этот маленький уголок научиться держать. И все. Если у вас уже есть гелик изначально, и вы умеете держать этот уголочек, то вы сделаете Супермена довольно легко. Поехали. 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 Бум. Такими незамороченными тренировками, как мы разделили сегодняшний урок на 4 наших части, вы можете безопасно для своего здоровья научиться супермены. В кратчайшие сроки, допустим, если вы уже умеете гелик, то вы можете научиться супермена за две недели, это самый максимум, я думаю. Если вы не умеете гелик, ну тогда это месяца до двух, пока вы еще гелик научитесь, пока вы его распутите. Ну то есть все зависит от того, насколько часто вы тренируетесь. Если вы тренируетесь раз в неделю, конечно, этого недостаточно. Если вы тренируетесь каждый день, то тогда, да, все в ваших руках. С вами был Бибой Ли, а.к.а. Флайан Буда, он же Дмитро Ли. Специально для Break Advice. Peace.